Итальянские сказки. Хитрая крестьянка. Как-то один крестьянин обрабатывал в своем винограднике землю, и вдруг его мотыга звякнула обо что-то твердое. Нагнулся он, лежит красивая ступка. Поднял ее. Обтер полой и видит, что вся она из чистого золота. Да эта ступка достойна самого короля, воскликнул крестьянин. Отнесу-ка я ее во дворец, может мне что за это и перепадет. Дома крестьянина ждала его дочь Катерина. Показал он ей ступку и сказал, что хочет отнести ее во дворец. Очень красивая ступка, проговорила Катерина. Ничего не скажешь. Но если вы ее понесете королю, он придерется, что здесь чего-то не хватает. И вам же будет плохо. Чего же здесь не хватает? Не к чему тут придраться даже королю. Чего ты мелешь бы, сурманка? И Катерина ответила. Вот что он скажет. Хорошая ступка, большая. А вот где пест, мужик, ты не знаешь? Крестьянин пожал плечами. Прямо так и скажет. Глупенькая, он ведь поумнее тебя. Взял он ступку под мышку и отправился в королевский дворец. Сначала стража не хотела пускать крестьянина. Но он сказал, что несет королю чудесный подарок. И его провели в королевские покои. Ваше величество, проговорил крестьянин, эту тяжелую ступку я нашел в своем винограднике. И подумал, что место ей только в королевском дворце. Вот я и принес ее в подарок вашему королевскому величеству, если вы, конечно, соблаговорите принять ее. Король взял ступку и стал вертеть да рассматривать ее со всех сторон. Потом покачал головой и говорит. Хорошая ступка, большая. А вот где пест, ты не знаешь? Все, как говорила Катерина. Только король не сказал слово мужик, потому что был человек образованный. И крестьянин не удержался, чтобы не воскликнуть. Она угадала! Она угадала! Кто и что угадал? Спросил король. Простите, извинился крестьянин. Моя дочь. Она угадала, что ваше величество мне так и скажет, а я не верил. Тогда король заметил. Ваша дочь, наверное, большая умница. Давайте-ка проверим ее способности. Вот, найдите этот лен и передайте ей. Пусть она соткет для моих воинов рубашки. Да поскорее. Отзадачил крестьянина такой приказ. Но ведь приказ-то был королевским. Взял он протянутые пасмы льна, поклонился его величеству и пошел домой. А ступка осталась у короля. И тот не дал за нее крестьянину ни одного сольда. Дочь моя, сказал крестьянин Катерине, ты навлекла на свою голову большое несчастье и передал ей приказ короля. Ничего страшного, ответила Катерина. Взяла лен и ну его трепать. Все знают, что даже в хорошо причесанном льне всегда есть костра. И вот три костры выпали из льна на землю. Они были так малы, что их едва было видно. Подобрала Катерина костру и говорит отцу. Идите к королю, передайте ему эти три костры и скажите, что я изготовлю полотно для рубашек, но у меня нет ткацкого станка. Пусть он сделает мне его из этой вот костры. Тогда я исполню все, что король пожелает. Страшно было идти к крестьянину королю, но Катерина так его упрашивала, что он наконец решился. Захотелось королю увидеть хитрую Катерину и говорит он крестьянину. Молочина ваша дочь, пришлите-ка ее ко мне во дворец, я с удовольствием поговорю с ней. Да передайте, чтобы пришла она ко мне не голая и не одетая, не голодная и не сытая, ни днем и ни ночью, ни пешком, ни верхом. Если она не выполнит моего желания не сносить вам обоим голов. Возвратился крестьянин домой, ни жив, ни мертв. А дочь говорит, как ни в чем не бывало. Отец, я все уже знаю. Сделать это очень просто. Только достаньте мне невод. Утром Катерина поднялась до рассвета, накинула на себя невод и стала не голой и не одетой. Съела один боб и стала не сыта и не голодна. Взяла козу, села на нее, одна нога земли касается, а другая повисла в воздухе, ни пешком и ни верхом. И в таком виде на рассвете, ни днем и ни ночью, прибыла она во дворец короля. Стражники приняли ее за сумасшедшую и не хотели было впускать. Но когда узнали, что Катерина выполняет приказ короля, проводили ее к его величеству. Ваше величество, вы приказали мне явиться. Вот она я. Король не мог удержаться от смеха и говорит, ну, Екатерина, вот такая девушка мне и нужна. Хочу я на тебе жениться и сделать тебя королевой, но при условии, что ты никогда не будешь вмешиваться в мои дела. Король понимал, что Катерина смыслила больше него. Рассказала Катерина все это отцу. Он и говорит, если король в самом деле хочет на тебе жениться, так нечего думать догадать. Только поступай разумно, да не забудь, что его величество сегодня скажет одно, а завтра другое. Короли не постоянны в своих желаниях. На всякий случай оставь свою домотканную одежду, я повешу ее здесь на гвозде. Воротишься домой, так будет хоть во что переодеться. Катерина была на седьмом небе от радости. Через несколько дней сыграли они свадьбу и праздновало ее все королевство. В городе была тем временем ярмарка, и крестьяне, которым ночевать было негде, спали прямо на улице, чуть не под самыми королевскими окнами. Какой-то крестьянин пригнал для продажи стельную корову и не знал, куда деть ее на ночь. Тогда хозяин гостиницы посоветовал поставить корову под навес и привязать веревкой к чужой телеге. Ночью корова отелилась. Обрадовался крестьянин и пошел за коровой с теленком. Но тут появился владелец телеги и говорит, «Корову свою бери, но теленка не тронь, он мой». «Как твой, если этой ночью отелилась моя корова?» «Ну, так что, — сказал владелец телеги, — корова была привязана к телеге, а телега моя, значит и теленок мой». И разгорелся между ними спор от слов к делу и, ну, а не дубасить друг друга. На шум собрался народ, прибежали королевские стражники, развели спорщиков и потащили на королевский суд. Когда-то в этом городе было обычай, что на суде имела право высказывать свое слово и жена короля. Но теперь, когда королевой стала Катерина, король хоть не выноси приговора, она всегда была против. Скоро это надоело его величеству, и он сказал жене, «Я тебя предупреждал, чтобы ты не вмешивалась в государственные дела. Отныне я запрещаю тебе показываться в суде». Итак, крестьяне предстали на суде перед одним королем. Выслушав обоих крестьян, король вынес решение – теленок принадлежит телеге. Хозяин коровы остался очень недоволен таким несправедливым решением, но побоялся заявить об этом королю. Ведь король сказал, что распоряжается он, а его слово – закон для всех. Хозяин гостиницы посоветовал обиженному крестьянину пойти к королеве. Уж она-то поможет ему. И крестьянин отправился в королевский дворец. Подошел к слуге и спрашивает, «Добрый человек, скажи, нельзя ли мне поговорить с королевой?» «Нельзя», – ответил слуга, – король запретил королеве принимать людей. Тогда крестьянин стал ходить под оградой королевского сада. Увидел он королеву, перепрыгнул ограду и в слезах рассказал ей о несправедливости ее мужа. И королева ответила, «Вот мой совет. Завтра король едет на охоту. Там, где он будет охотиться, есть озеро. Сейчас оно пересохло, и в нем нет ни капли воды. Сделай так. Переоденься рыбаком, возьми невод и делай вид, что ловишь рыбу». Увидит это король, сначала рассмеется, а потом спросит, «Как можно ловить рыбу там, где нет воды?» Тогда ответь ему, «Ваше Величество, если телега может телиться, то почему нельзя ловить рыбу на суше?» На следующее утро оделся крестьянин в рыбачью одежду, взял невод и пошел на озеро, где не было ни капли воды. Уселся на берегу, забросил сеть и ну ее тянуть, словно там рыба. Появился тут король со своей свитой. Увидел он крестьянина, рассмеялся и спросил, не сошел ли тот с ума. А крестьянин ответил королю так, как ему советовала королева. Услышав такой ответ, король воскликнул, «Добрый человек, это мука не из твоего мешка. Наверняка ты был у королевы!» Крестьянин промолчал, а король пересмотрел приговор и велел отдать крестьянину теленка. Потом позвал Катерину и говорит, «Ты нарушила мой запрет и вмешалась в мои дела. Так вот, возьми себе во дворце то, что тебе дороже всего, сегодня же вечером уходи к отцу и продолжай крестьянствовать». А Катерина смиренно отвечает, «Как будет угодно его величеству, не могу не подчиниться, но прошу только об одном – нельзя ли мне уйти завтра? Сегодня это было бы слишком стыдно и для вас, и для меня. В народе пойдут кривотолки». Тогда король говорит, «Ну так уж и быть, поужинаем в последний раз вместе, а завтра утром уходи». И что же сделала хитрая Катерина? Она приказала поварам, чтобы те приготовили жареное мясо, ветчину и другую еду, которая не только вызывает жажду, но и отяжеляет, и принесли к столу из королевских погребов самое лучшее вина. За ужином король наелся до отвала, а Катерина все подливала и подливала ему вина. Сначала у короля помутились глаза, потом он начался петь и, наконец, захрапел, как боров, прямо на троне. Тогда Катерина сказала слугам, «Берите трон вместе с королем и ступайте за мной». И об этом молчок. Далеко за полночь Катерина подошла к дому отца. «Отец, откройте, это я!» позвала она. Старый крестьянин, услышав голос своей дочери, тотчас же вскочил. «Что же это так поздно? Я ведь тебе говорил и хорошо сделал, что сберег твою старую одежду. Она вот тут, в твоей комнате, висит на крючке». «Открывайте, да поскорее!» закричала Катерина. «Хватит разговаривать!» Крестьянин открыл дверь и видит, слуги несут трон, а на троне спящий король. Катерина велела внести его в комнату, раздеть и уложить в свою постель. Потом отпустила слуг и легла рядом с королем. В полночь король проснулся. Ему показалось, что матрас не такой мягкий, как всегда, и простыни не такие нежные. Заворотился он, чувствует, рядом с ним жена. Король говорит ей, «Катерина, разве не говорил я тебе, чтобы ты отправлялась домой?» «Да, Ваше Величество», отвечала та, «но день еще не настал, спите спокойно». И король уснул, а рано утром его пробудил рев осла, блеяний овец и луч солнца, проникший сквозь крышу. Из просонья не узнает он королевских палат, спрашивает жену, «Катерина, где это мы?» А она отвечает, «Вы же мне сказали, Ваше Величество, чтобы я возвращалась к себе домой и захватила то, что мне дороже всего. Я так и сделала, я взяла с собой Ваше Величество». Король рассмеялся и помирился с Катериной. Вернулись они во дворец и живут там по сей день. С тех пор король больше никогда не появлялся в суде без жены.